всем добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые трейдеры уважаемые инвесторы все зрители youtube канала компании на маркетс на связи михай ричард и мы продолжаем разбор рынка сделок и анализ текущей ситуации собственно уже на сегодня и на следующую неделю с 30 до уже у нас начинается даже 3 сутки апреля это уже середина середина весна на улице карантин все сидят дома эпидемия продолжается рынке двигаются во флете во все стороны как вверх так и вниз что дали с этим делать как на всем этом добро добре зарабатывать сейчас вами будем разбирать итак панали первое что с чего мы с вами начнем разберем коротко расскажу о том что на данный момент по макроэкономики у нас чего нам ожидать по новостям на следующую неделю а потом приступим к технике и сделкам первое что по америке продолжается политика количественного смещения на данный момент уже с точки с со стороны фрс влита неограниченное количество денег как заявил за как заявили собственно фрс что мы будем вливать столько денег сколько надо куда они будут эти деньги вливать первое что выкуп гособлигаций выкуп корпоративных облигаций выкуп и тф фондов которые инвестируют в облигать и на данный момент уже до даже американские короткие гособлигать дают доходность минус 003 процента то есть отрицательная доходность в американских гособлигать это первый момент логично что при таких доходностях особого интереса заходите в американский доллар ником особого и нет и тем более что вливание денег в экономику идут не идет не ограниченное количество именно долларов системы будет много очень много и до хрена вот поэтому американский доллар на момент чтобы не происходило в принципе пока он не рассматривается на рост ну уж не как следующий момент со стороны правительства введена помощь малому среднему малому среднему бизнесу или на помощь населению по 1300 долларов будут раздавать каждому отдельному гражданину как пособие по вынужденной безработице и таким образом идет вливание денег в реальный сектор в экономику то есть получается две таких две такие силы сошлись одной стороны и фрс вливает денег в экономику и с другой стороны правительство тоже выдает деньги в непосредственно в ту же экономику и идет поддержка со стороны и компании которые могут стать дефолтами не соответственно получать деньги рефинансируют свои кредиты другой же другой страна реально ну реальная экономика реальное стеeto люди получают деньги и могут и потратить и пережить весь этот период карантина. То есть на данный момент действительно в Штатах идет подъем рынка, идет выкуп активов с рынка, и в конечном итоге мы за сегодня уже даже видим, что даже не то чтобы за сегодня, а за последнюю неделю, я сейчас покажу, фондовый индекс S&P500 очень даже активно начал у нас расти, где наш, это 23 марта, понедельник его подслили, и с понедельника, если брать с минимумов, он уже вырастает на ни много ни мало 18%. То есть если бы вы здесь купили, заработали бы на данный момент 18% на минуточку за неделю. Очень даже неплохая инвестиция, это без кредитных плечей и тому подобное. И что будет дальше? А дальше неизвестно, потому что мы еще можем какое-то время подрасти, потом снова упасть и снова вырасти. И я больше склоняюсь именно к этому варианту, потому что сейчас начнется сезон разного рода отчетностей, уже на данный момент S&P500 понижает рейтинги, уже компании говорят, что они будут зарабатывать меньше, поэтому я думаю, что этот сезон отчетности придет такой безболезненный, но в то же время отказ какой-то мы еще увидим, и потом дальнейшее восстановление. Это такая ситуация у нас сформировалась на данный момент по фондовому рынку и в целом по США. Дальше, глобально по всей валютной матрице на данный момент мы имеем вот такую вот ситуацию. И так как у нас все во флете, и на данный момент американский доллар больше рассматривается в продажу, чем в покупку, основные мажоры лучше рассматривать по отношению к доллару на продажу доллара, а все остальное тут пока у нас идет пока флет, особых таких предпочтений как таковых нет в принципе. Поэтому мы торгуем сугубо техникум и наши статистически важные зоны покупки и продажи. На следующей неделе из важных новостей, которые у нас выходят, это в пятницу уровень безработицы в США. Уже сегодня вышли данные по пособия по безработице, с копейками миллиона заявок, это огромное количество. Это очень много, такого не было со времен Великой депрессии. Это просто очень-очень огромное количество людей без работы. Соответственно уровень безработицы мы можем ожидать, что он вырастет. Раз вырастает у нас уровень безработицы, это говорит нам о том, что люди нечего денег тратить, инфляция будет падать и как результат ФРС еще больше будет стимулировать экономику, еще больше будет денег вливать, хотя я не знаю, бесконечность не предел получается, то есть денег будет еще больше в системе и теоретически компании должны просто захлепнуться этими деньгами и тратить их на все свои нужные. К лету я думаю, что будет денег столько в мире, что они уже будут никому не нужны. Поэтому на данный момент такая у нас ситуация. Большинство валютных пар у нас идут в продажу, мы, собственно, мы торгуем сугубо технику. Поэтому давайте приступим к нашей технике. Первое, евро-доллар. По евро-доллару у нас был сигнал на покупку еще в понедельник. Ну, я, честно говоря, не заходил, потому что мы и так позаходили. Много интересных инструментов, много валютных пар, поэтому дополнительно евро я еще не заходил. На данный момент мы уже находимся вблизи сильного уровня, пока его лучше не торговать. По фунту та же самая картина, упали красиво, здесь есть остановка и дальнейшее восстановление. Но пока тоже, где мы, вот в воздухе где-то, знаете, придумайте, придумай себе уровень называется. То есть тоже никуда не заходим. Франк, та же самая картина, сигнал на продажу был, но пока уже сейчас некуда заходить. Иена, та же самая картина. Есть сигнал, да, отработали. Но тоже, куда заходить? Да некуда заходить. НЗД иена. По НЗД иене у нас были сделки. Я его закрыл. Вот за последнюю неделю, вот НЗД иена, пожалуйста, у нас была сделка, мы с вами ее оторвали. Хорошее движение пошло. Собственно, по этим уровням я его и закрыл. И заработали ни много ни мало, 93 доллара. Еще и положительный своп. Следующий, НЗД и УСД. Пока в работе, стабильно ждем дальнейшего роста. На данный момент я по тейкам, если так разобраться, то ближайшая цель, куда я жду, это как минимум 0.65, то есть вот где-то в этих пределах. Поэтому можем даже по вот этим всем сделкам нашим сразу выставить себе тейк профит. 0.65. Тут та же самая картина. И тут та же самая картина. Есть. Дальше. И все, ждем тейк профит. Доллар-канадец. Черт, тоже подупал. Пока ждем, что у нас будет дальше. Идей особо нет. А у УСД тоже стабильно растет. Видите, у нас тут есть тейк профит уже выставлен. Так, это у нас уровень какой. Давайте я его прямо скопирую. Раз. И выставим по всем другим нашим инструментам. Где еще-то их профита нет. Раз. И два. И три. Учитывая, что на данный момент доллар больше рассматривается на продажу, чем покупку, Аут, ЮСД и все остальные будут стабильно нам расти. Так, здесь у нас все есть. Год. Дальше. Ауткад. Тоже пока, видите, растраговывается. Где у нас тейк профит? То есть, ближайший уровень. Это вот здесь. Это наш уровень 0.8888. Какой-то интересный у нас получился уровень. Тоже выставляем сразу здесь тейк профит. И будем ждать, когда оно дорастет. Раз. И два. Риски у нас рассчитаны. Тейки у нас посчитаны. Ждем, когда мы вырастим и заработаем себе бабок. Бабок. Дальше. Аутфранк. Пока ровно по центру. Ну, честно говоря, я здесь не люблю такое заходить. Поэтому и вам не рекомендую пока его брать в работу. Аутъена. Аутъену тоже мы заходили с вами. Я с нее уже вышел. Правда, зря я, конечно, вышел. Хотя и на максимумах. Но вообще тенденции еще есть вверх. Поэтому, если вы готовы рискнуть, можно еще дополнительно зайти. Стопы должны быть где-то на уровнях 64.88. То есть, где-то в этом стоп. И дальнейшая тенденция. Первый тейк профит не меньше, чем уровень 70.93. Где-то 71. Вот это будет ваш первый тейк профит. Я пока в него не захожу. Меня и так сделал достаточно задненно. Аутъензиаде. Тоже был сигнал на покупку. Но пока больше нового сигнала нет. Поэтому его не торгуем. Кат-Франк. Пока в диапазоне. Тоже его не рекомендую заходить. Кат-Йена. Та же самая картина. Очень широкий диапазон. Я его пока лучше не буду трогать. Франк-Йена. Находится на максимуму. Теоретически может пойти в шорт. Но не люблю я в такие сделки заходить. Тем более, что по макро-Франк больше рассматривается в продажу, чем в покупку. Поэтому лучше дождаться получше сигнала для входа. Дальше. Евро-Аут. Продажа у нас есть. Видите, растроговка здесь и происходит. Первый тейк профит, где мы его можем закрывать. 1,7164. Поэтому давайте его там и поставим. 1,7165 где-то. Вот наш тейк профит. Куда мы можем евро-Аут с вами ждать. Еврокат. Пока в диапазоне его не трогаем. Евро-Франк. Пошел нам на восстановление. Тейк профит у нас все выставлено. На взятом случае проверю здесь, если у нас тейк профит. Нет тейк профита. Поэтому надо его поставить. Чтобы его поставить, надо сюда зайти, скопировать вот это значение. И ждать, когда рынок дальше вырастет. Следующий. Евро-Фунт. Тоже видим. Широкий диапазон. Пока в него лучше не заходить. Евро-Иена. Та же самая картина. Широчный диапазон. Ждем дальнейшего развития событий. Но пока я сигналов вообще не вижу никаких. Евро-Иена. Теоретически можем пойти в шорт. То есть у нас были на прошлой неделе сигналы. Как вам сказать? Честно говоря, я боюсь такие сделки заходить. Слишком широкий диапазон. Тут, смотрите, ни много, ни мало. 570 пунктов. Это очень много. Поэтому лучше не заходить в такие сделки, когда слишком большие диапазоны. Фунт-иена у нас в сделках. Тейк-профит у нас есть. Давайте я на всякий случай проверю и выставлю данный тейк-профит сюда. И ждем срабатывания тейк-профита. В принципе, у нас есть на это все основания, что мы сюда легко можем дойти в ближайшее время. Дальше. Фунт-НЗД. Пока у нас продажа одна есть. Видите, он долго очень торгуется. Где он будет останавливаться, честно говоря, я даже не знаю. Поэтому я бы вообще с фунта-НЗД лучше вышел. И пока у него не заходим. Что-то мне вот эти растраговки не особо нравятся. Да, было падение. Да, возврат. Но пока сигналов как таковых я не вижу. НЗД-кат. Тоже пока очень широкий диапазон. Пока ничего не делаем. Доллар-рубль. Тоже широкий диапазон. Я не рекомендую у него заходить пока. Серебро. Не трогаем. Биткоин. Тенденция больше вверх, чем вниз. То есть тут, если пробиваем этот верхний уровень, можем дальше пойти наверх. Первые цели где-то 8 с половиной будет. Дальше по платине и вообще по сырью пока не рекомендую вообще лезть. По фондовым медицам. Как мы с вами уже, собственно, и разобрали. Тенденция наверху сохраняется. И можно постепенно его набирать. Но тоже помните, как я на прошлом нашем эфире рассказывал, как мы будем набирать нефть. То есть зашли в одну сделку, посчитали, сколько он еще может упасть. Еще одолели, одолели. В ноль не упадет. Вот поэтому NASDAQ и S&P тоже, если работаем только таким вот образом, с долевками, если оно будет просаживаться. ВИКС. ВИКС это просто мой шикарный инструмент. Я его на прошлой неделе закрыл. Сделки. Вот они наши дорогие. А вот они уже даже есть на графике. То есть те две сделки, которые у нас были, закрыты здесь на самых-самых минимумах. Пока, на самом-то деле, тенденция по ВИКСу дальше снижения. И вполне вероятно, что тут можно еще заходить в сделку на продажу, потому что есть все шансы, что мы спустимся вплоть до 30. Это как минимум, куда мы уйдем. Поэтому пока я еще подожду. Если страх увеличится и еще подрастем, в таком случае я буду его здесь на максимум продавать. Если нет, тогда нет. Но пока я в сделку не захожу. Вот эти по центру я не люблю заходить. По ВИКСу лучше заходить, когда резко оно рвануло. И мы потом пытаемся вот этот схватить максимум. Вот это да, тогда можно заходить. Но когда оно вот так по центру, оно может зайти вот такой широкий флэт. И не особо интересно. Так, по нефти. Нефть пока нашла свое дно, но еще не особо спешит идти наверх. Поэтому я думаю, что мы будем находиться в этих диапазонах. Нижняя граница у нас будет где-то уровень 20, вверх, 26. Поэтому если пробьем минимум, и вернемся за него за 20, тогда можно покупать. Или же покупать на долгий срок, доливаясь каждые там те же 5 долларов. Так, соответственно, на фоне этого всего у меня осталось в работе OutCut, OutUSD, NZD, USD и фунт-иена. На данный момент общая прибыль по закрытым позициям по счету 7656 долларов, по equity 7165. На начало нашего с вами проекта и моих эфиров в рубрике открытый микрофон баланс на счету был 5000 долларов. 7600 делим на 5000, там даже не 7600, а 7665, да? 56. 56 делим на 5000, первоначально, минус 1, 53% уже заработано по счету. Даже если я сейчас все закрою, будет 7000, там 150 примерно, делим на 5000, минус 1, 43% на данный момент заработано. Потому что мы работаем именно по тем моделям, по тем парам и по тем инструментам, которые понятны, которые приносят прибыль и по которым понятна и торговая стратегия. Так как главная наша с вами задача это зарабатывать деньги, а не заниматься непонятно чем и заходить во все подряд. Если непонятно, что сейчас происходит, в таком случае лучше не заходите. Или же если вы не вписываетесь в ваши риски, тоже лучше не заходите. Вот у меня все стабильно, соответственно прибыль есть, можно еще ждать свои тейк профиты и дождаться новых сделок. Вот буквально за сколько? 8, это 8 недель у нас, да? Или меньше даже, даже меньше, где-то 7 недель. Короче, за полтора месяца, если есть хорошая волатильность, можно себе неплохо заработать. Это при том, что я показывал все на демонстрации, причем все сделки мы захотели с вами в прямом эфире. То есть если на момент, когда я показываю, я записываю это видео, у нас есть сделка, мы заходим. Если нет, тогда не заходим и ждем, что будет соответственно дальше. Поэтому пока все стабильно, растем, зарабатываем и делимся. хорошее настроение. Поэтому сейчас, тем более, что большинство сидит дома на карантине, есть все шансы вам на то, чтобы обучиться хорошему трейдингу, торговать, зарабатывать. Следите за новыми объявлениями, новостями. В ближайшее время мы с компанией тоже готовим один для вас бонус. и что я могу пожелать? Зарабатывайте деньги и будьте успешны. С вами был Михаил Ричард. Всего вам хорошего. Увидимся с вами ровно через неделю и переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова